Добрый вечер, дорогие друзья! После зимы обычно приходит весна, которая сменяется летом, плавно перетекая в осень. День наступает вслед за ночью, рассветы сменяют закаты. Жизнь – это непрерывное движение. Движение может исцелять. Движение может продлевать жизнь. Движение может приносить страдания. Сегодня у нас в гостях в студии передачи «Избранный» находится человек-мастер в движении. Мастер движения. Тот человек, который знает все о техниках причинения боли, о техниках выздоровления с помощью движения. Итак, встречаем гость из Турции, специалист в области джиу-джитсу, а также лечебной физкультуры и фитнеса, Эркан Генеш. Добрый вечер, Эркан. Добрый вечер. Привет. Очень рады мы с Антоном за то, что вы, тому, что вы сегодня являетесь гостем передачи «Избранный». У нас впервые специалист в области ЛФК и особенно сертифицированный тренер джиу-джитсу. Спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно находиться здесь. Очень рады быть здесь. Очень рады. Ну, давайте немного о джиу-джитсу, да? Давайте поговорим о джиу-джитсу. Ну, для потребителей, для нас, потребителей, что такое джиу-джитсу? Это еще одна форма причинения вреда. Так ли это? Для нас джиу-джитсу – это способ, чтобы угрожать людей. Это правда? Нет. Это очень хорошая вопрос. Очень хороший вопрос, но нет. И все. Да. Итак, джиу-джитсу означает, в японском, «мягкая форма». На японском джиу-джитсу означает «мягкая форма искусства». И это такое искусство, которое позволяет вам практиковать это замечательное маршаловое искусство. Это замечательное искусство движения. В то же время, вы получаете замечательное exercise и воркоте для создания вашей собственной уверенности, а также вашей фитнес. Данное искусство, оно очень хорошо помогает практиковать данное джиу-джитсу, чтобы… It allows you to exercise and burn a lot of calories. Also, it helps you to build confidence, so you feel more confident. Джиу-джитсу помогает выстроить такой очень характер, чтобы он был очень уверенным в себе человеком также. И также помогает сжечь калории и является очень хорошим фитнесом. А почему, I'm sorry, почему джиу-джитсу формирует качество уверенности в себе? Why does it build confidence? When you know what you can capable of, and that brings a peace, an inner peace, and then usually what I observe, people are fighting and there's violence, because people are not aware of their well-being and they're not in the moment. So when you know that, you're going to try to stay away from fight and violence. Джиу-джитсу, почему оно выстраивает такое, помогает чувствовать себя очень уверенным человеком, потому что вы осознаете, на что вы способны. Допустим, когда я смотрю вот эти вот драки, которые происходят, там люди, они просто очень сильно сбивают друг друга и не знают, на что они способны. А когда вы занимаетесь джиу-джитсу, вы понимаете, на что вы способны и стараетесь держаться от таких драк подальше. Ну, вот джиу-джитсу, насколько мне известно, это же общее название японской борьбы. Туда входит айкидо, дзюдо, например, да, и существуют разные виды джиу-джитсу, которые выросли вот из японской культуры боевой. Например, бразильское джиу-джитсу, которая, фишка которой является такой постулат, что самый, это несколько другое какое-то вид боевого искусства, что самый даже слабый физически малоразвитый человек может вот с помощью каких-то болевых техник, оглушающих, удушающих техник победить очень сильного соперника. А вот Эркан, он какую форму джиу-джитсу практикует? Это что-то турецкое, специфическое? Я практикую джиу-джитсу, бразильское джиу-джитсу, из Грейси. Семья была такая Грейси, которая вот как раз таки создала данную форму джиу-джитсу. Я как раз практикую данную форму джиу-джитсу, что позволяет небольшими усилиями побеждать более больших таких оппонентов. А за счет чего? Болевые какие-то приемы, да? Или применением силы соперника против него самого? Или используете силу своего соперника, чтобы против него? Это тоже самое, и техники также. Грейси, бразильный джиу-джитсу, allows you to preserve your own energy, because your techniques are really good. You work on a technique, you perfect the technique. Then you use the leverage, so you get into a better position. While you're preserving your energy, you're forcing your opponent to preserve their energy. And once they are run out of energy, you can finish the fight by a choke hold, or arm lock, or some other techniques. So, because this is a Brazilian jiu-джitsu, Gracie jiu-джitsu is very technical, and that allows you to just get into a better position, and then exert your opponent's energy. Energy is the key word in a fight. You want to preserve your energy to win the fight. Данная техника джиу-джитсу, она позволяет сохранить свою силу, энергию, и, используя силу вашего оппонента, и благодаря вашей технике, которую вы в течение долгого времени практикуете, вы можете победить более сильного соперника. То есть, энергия – это очень такое ключевое слово в данной технике джиу-джитсу. Я так понимаю, ваши клиенты – это такие худенькие, маленькие люди, желающие побить своих, я не знаю, там, бывших старших одноклассников. Тренинцы, есть очень маленькие и маленькие люди, которые хотят победить более человек. Абсолютно. И, наверное, большинство людей, которые практические джиу-джитсу, они не только смотрят, чтобы научиться, чтобы победить людей. Держи семью, джи-джи-джитсу – это путешествие. You not only are getting better at certain techniques to win a fight, it only actually helps you to become a better person. If you take that philosophy of Gracie family and you apply it to your life, you'll learn amazing art, you'll also become a better person. And then it's all about the journey and finding your peace inside. And then, you know, most people are just really interested in appreciating this amazing art rather than just trying to fight people and beat people. We practice negotiating, that's what we call it. There's no punching or kicking, so very humane way to control a difficult situation. Мы также практикуем такие техники переговоров, так скажем, чтобы перед дракой можно было решить более дипломатическим путем, нежели там вступать в драку. В наших южных регионах тоже практикуют практику переговоров, но зачастую это заканчивается дракой. Но кроме того, вы еще занимаетесь лечением, да? Или что это? Except that you also do treatment, right? Yes. You heal people. I try to. I'm a kinesi... My background is kinesiology. It's a human movement science. That's what my education is based on. And I'm also a certified exercise physiologist. So I use special certain techniques, menu muscle therapy techniques to help a person to get a better alignment and help with their muscle system, improve that muscle system, so that a person can feel more stable, more optimal, so they can move more efficiently and get healthier and enjoy exercising. Да, я практикую такую kinesiology, называется на английском языке. Я также являюсь сертифицированным физиологом. Я помогаю людям развивать их мускулатуру, чтобы они себя чувствовали более комфортно и удобно при тренировках. А вот если все-таки мы продолжим говорить немножко, ну параллельно будем про лечебную физкультуру, про джиу-джитсу, темы очень такие большие, интересные. А с какого возраста можно обучаться занятиям борьбы японской? You know, we start at usually two to three years old. Like once you start, you know, understanding your, when you're, you know, your awareness is better, then we start, we have certain programs geared towards children. We have a program called Gracie Bullyproof. And it starts at, you know, as early as three years old, two to three years old. Yeah, very young, and they're not necessarily learning very complex techniques, they're actually just playing, and once, and there are certain games designed for them to learn certain techniques, so, but it's based on just having fun and playing a game. На самом деле у нас дети начинают с возраста двух-трех лет, когда уже появляется, знаете, такое осознание у людей. И также у нас есть такая программа, которая называется Bulletproof, и данная техника позволяет, данная программа позволяет детям в игровой форме учиться таким основам джиу-джитсу. И мальчикам, и девочкам. And girls and boys. Absolutely. До какого возраста можно приходить? Возможно, что 60-плюс ушел курчугу. То есть Антона уже поздно, да? Да, я вот уже планирую, что... Безнадежный. Is that late for Антона to start jiu-jitsu? Absolutely not. People can start at the age of 60-year-old? Any age. You know, one of the amazing, amazing thing about Gracie Jiu-Jitsu is it's a very, it's based on a natural movement. You don't have to be super athletic, or you don't have to be super flexible. Very natural movements that everybody can practice. And there's always modifications when you're practicing. You know, instructors are really helping persons and, you know, taking consideration that there are limitations and their capabilities. So everybody can practice jiu-jitsu safely. Absolutely. На самом деле, в данной технике Gracie Jiu-Jitsu, то есть нет таких слишком очень сложных движений. То есть люди могут начать в любом возрасте. То есть если это 60 лет, это или 2-3 года. Но, конечно, существуют какие-то модификации, и наши тренера не позволяют потом уже переходить на более высокий уровень. Вот вы человек, который совмещает в себе и ЛФК, да, и лечебную физкультуру, и человек, который может причинить ущерб. Это как может соединяться в одном человеке? И из-за этого потом появляется какая-то философия. Да, очень интересное сочетание. Может быть, надо было заниматься ЛФК и не драться. Или надо обязательно драться, чтобы понять потом, как эту боль залечивать. Это очень интересное сочетание. Организация, pain, human body, and the muscles, and everything. И тогда, когда я изучил the human body, и the muscle system, я developed this appreciation for it. И our bodies, human bodies, our muscles, are just amazing. This thing is just a fascinating thing. And then, once I have the knowledge of the anatomy, and biomechanics, and the muscles, and the joints, and all that, for me to pick a martial art, jiu-jitsu was really easy for me, because the philosophy is very similar. Like, between jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, Gracie jiu-jitsu, and what I do as a kinesiologist. Because we do use techniques, and positions, and muscles, and leverage. Same thing in Brazilian jiu-jitsu. So, it kind of matched for me everything, because the foundation is, I do love the human body, and how the muscles work. Yeah. Yeah. Вся эта история началась еще с моего детства, когда я был не очень таким атлетическим ребенком. Я пошел заниматься jiu-jitsu, чтобы я смог играть с детьми со своими друзьями. Но в какой-то момент я повредил свое левое плечо, был вывих плеча, и это меня подтолкнуло на изучение вообще человеческого тела, мускулов, и как вообще устроено человеческое тело, и как работает наши мускулы. Это просто удивительная вещь на самом деле. Так у вас медицинское образование, Эрка? I went to medical school, however, I don't have a medical degree. I went to the world's first osteopathic medical school in the world, in Arizona, United States. And that's where I got my master's degree in human movement science. However, it's not a medical diploma. Я изучал, у меня мастерская степень в университете Аризоны. Я получил степень магистра по изучению движения человеческого тела, но это не медицинское образование. А что привезло у вас в Казахстан? Или настолько здесь это популярный теперь джиу-джитсо? How did you end up being in Казахстан, or is it so popular in Казахстан? So, I moved to America when I was 25. I wanted to learn more about the muscles and human body and all that. I started going to schools, and then I started working with NBA athletes, basketball players, football players, NFL athletes, as well as people with pain and discomfort. And then I was recruited by a company called Canyon Ranch in America. Very popular, one of the biggest wellness resorts in America. Then they sent me to Turkey because they were opening a resort in Turkey. So, they thought that I can be a good candidate because I'm American and Turkish, and I'm the only exercise physiologist in Turkey. And then they sent me to Turkey, and then I was working there since last year, May. And then now the owner of the property actually owns a property here in Казахстан. Amazing people. They own here Ritz-Carlton and the Sixth Sense Spa in Almaty. So, that's why they asked me to come down here and spend the winter time. There's some construction work going on in Turkey, South Turkey now. Sixth Sense's Wellness Resort, Kaplankaya, will open soon. So, that's how I ended up here. And I can't, you know, say enough that I'm happy I am and just amazed with the people here and the country. Why will you ask you about this part? You are coming into more than 16 years. Yeah. I worked there with a basketball team in Turkey. And they got there. I was able to work in a company called Casper Range. Kenyon Range. Kenyon Range. Kenyon Rangeは... I had been job moving it schon there last year. And they started開reuillon their most childhood company in Kazakhstan. в Ридскарлтоне и также в фитнес-центре, которое называется Six Senses. И вот так вот я оказался в Казахстане. И я не могу выразить словами, насколько я рад быть здесь, в Казахстане, на самом деле. Почему? Почему ты так рады быть здесь? Да, потому что я турецкий. Я турецкий. И я люблю историю. И я, знаете, у меня есть какие-то возможности, но я выбрал, что я хочу быть здесь, в Алма-Ате, потому что приезжать сюда, это как верить в мою родину. Потому что это как-то, где я был. Поэтому я хочу приехать сюда, встретить моих братьев и сестры здесь. И поэтому я очень рад. Как вы уже знаете, я по национальству турок. И на самом деле мне очень интересная история. И я очень рад быть, находиться здесь, в Казахстане. У меня было несколько вариантов, провести свои зимние каникулы в других странах, но я выбрал Казахстан, потому что мне очень интересна история. И я очень рад находиться здесь, среди своих братьев и сестр. А у вас есть дети, Ирка? У тебя есть дети? Нет, нет, пока нет. А если бы у вас была дочь, вы бы ее отдали для обучения джиу-джитсу? Если у вас была дочь, вы бы предложили ее делать джиу-джитсу? Абсолютно. А разве такой характер, когда формирующийся через борьбу, через занятия боевым искусством, не портит характер девочки? Она будет слишком мужественной, будет давать по шее мужу потом все время. Болевой прием, не помыл посуду, и все, и удышающий захват. Она будет менять миссию девочки и сделать ее более агрессивной, и, например, бить ее мужа. Абсолютно нет. Мясо нет. А ты можешь observать это когда ты начнешь. Я была, я был, я был, я был, я был, я был в боях когда я сначала в Бразилии, в грейси-джитусе, я был в боях. Я был в Ла Холла, Калифорния. Я видел в химии. Я был в тренирующих. Я думал, может быть, они не сглечит меня. Может быть, они работают очень жестко, потому что я не хочу упрямлен. I'm using my body to make money so I don't want to get beat up but first time I tried I just walked and I said I want to try this the friendliness and the safety of the place and I'm a trainer I'm an instructor so I know how to instruct and I was just fascinated by the instructor's ability to teach in a fun and a safe environment and caring about the students and everything I was just very intrigued by it and I just at that moment I was hooked and I said I want to learn this this is not only going to improve my you know confidence I'm going to learn amazing arts I'm going to be burning calorie I'm going to be losing weight also I'm going to learn how to teach how to instruct better so that's my experience in very safe environment I would highly recommend everybody's trying Gracie Jiu Jitsu the reason it's you know highlighting Gracie Jiu Jitsu because there are many other Jiu Jitsu places out there there's there's no Gracie certified academy in Kazakshan or Turkey I'm trying to open one in Turkey there's actually one in Turkey only one in Istanbul I'm planning on opening the second one and hopefully base that Six Senses Kaplankaya maybe in the future I might open one here in Almaty hopefully so it's a different environment it's a different they've been teaching since 1920s so they know how to teach how to teach very complex techniques to a new person so that's that takes an art and experience to be able to do that Jiu Jitsu Na самом деле когда я начинал в Соединенных Штатах Америки заниматься Jiu Jitsu у меня тоже были такие опасения что там будет очень много травм и что я не смогу справиться с этим но когда я пришел в эту атмосферу я почувствовал очень такую дружелюбную атмосферу и все инструкторы они были очень такие дружелюбные и все это проходило в такой игровой интересной форме почему я все время говорю про Gracie Jiu Jitsu потому что в Казахстане допустим нету инструкторов которые преподают данную технику Jiu Jitsu и я открыл первую в Турции первую Gracie Jiu Jitsu это в Стамбуле сейчас собираюсь открыть вторую и возможно в будущем также и в Казахстане открою чем она отличается от других видов да все-таки очень интересно Gracie Jiu Jitsu что такое TRK what is the difference the main difference of Gracie Jiu Jitsu Gracie Jiu Jitsu the family that invented Brazilian Jiu Jitsu first of all so they are the that's the family that came up with this whole amazing techniques and they modified the traditional Jiu Jitsu in a way that everybody can practice this also really based on the techniques and the leverage to be able to you don't have to be super powerful athletic but you can still defend yourself against a bigger, stronger and more athletic opponent Gracie Jiu Jitsu это семья которая в первую очередь она создала бразильское Jiu Jitsu но также что отличает от главной отличии Gracie Jiu Jitsu от остальных что здесь не важно чтобы не обязательно быть таким очень сильным атлетически сложенным человеком и большим чтобы практиковать данную технику Jiu Jitsu здесь в основном большую роль играет техника то как вы используете как вы двигаетесь то как вы используете свое тело вообще применяете Антон прямо для вас создана эта техника знаете как я под джоком без всяких Jiu Jitsu почему допустим отдавать ребенка в Jiu Jitsu не на другой вид борьбы не на карате или еще куда-то чем выигрышнее ваша философия в отличие от других видов борьбы как ваша философия в Jiu Jitsu лучше для детей чем остальные маршал-арты тем лучше начать учиться как ребенка это вопрос вы имеете ввиду с раннего возраста нет без разницы почему ваш вид спорта лучше чем другой вид борьбы это не важно в какой возрасте я спрашиваю почему Jiu Jitsu лучше чем другие другие это это очень сложный вопрос он 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 очень сложный вопрос конечно за что собрались this is why we're here of course in my opinion по моему мнению if if I was three years old and I if I have the same knowledge the same awareness now and if they ask me what would you practice between karate gymnastics you know wrestling or Brazilian Jiu Jitsu I would just hands down I would say Brazilian Jiu Jitsu the fact that you're not only learning amazing difficult techniques that allows your brain activity to go up and your body awareness also it's such a great exercise and workout you burn tons of calorie while you're learning how to defend yourself I like exercising that's how I started my fitness career I love working out and exercising but you spend many times at the gym but you're changing your body you're getting healthier which is great but on top of that Brazilian Jiu Jitsu it teaches you how to become a better person and how to deal with different situations and learn and teach you the most important thing in my opinion is the strategy to solve problems I think we all would agree that life is full of problems and once you get good at solving those problems when you have a good strategy you can apply that technique to anything in your life business life your marriage your personal life everything then you can really start solving problems efficiently and effectively if you have three years but you have the philosophy which is now I would obviously choose to be a good jiu-jitsu because it is not only good fitness for but it is also it is to what it is you 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 can develop philosophy of decision that will help you in the business and we won't say that life it is such a lot is and there is this strategy jiu-jitsu she has it is you problem in life it is it is that it is the и самое большое отличие от других искусств борьбы. Хорошо. Ну, какие-то вот советы по спорту. Да, общего плана. Можно для всех телезрителей? Сколько заниматься, как заниматься? Пожалуйста, дайте какие-то general advice to our viewers. How long do they have to train and how much? Oh, great. Okay. It is really difficult to... This is what I've learned to give general guidelines on exercise. I would say that, however, please everybody exercise. But when you think about exercise, not necessarily dumbbells and machines or, you know, crazy movements. It's just do things that, you know, that you can tolerate and not necessarily getting pain and discomfort while you're doing it. And, you know, gentle movements. Definitely walk every day if you can. If you don't have issues on your foot, on your back, on your legs or whatnot, if you can tolerate it, definitely walk. You know, they did a research on super smart people in the world and they found that one common thing is that all these smart people, they walk a couple hours a day. So walking is very important. Also, do activities that, you know, that kind of forces you to use your muscles. So challenging your muscles are important because as we age, after 30 years old, we start losing muscle if we don't do enough exercising, about a kilo and a half every 10 years. So we need to avoid that because muscles are very important. They not only stabilizes our joints and make us move, they also play an important role in metabolism. So how much we're going to burn calorie when we're resting, it depends on your muscle mass. So we need to preserve it. That's why doing activities that you can use your muscles is important. Also, doing cardiovascular activities that will make you breathe a little rapidly and you sweat, those activities are important to get your heart rate to a level that you get cardiovascular benefits. So these are all good things. These are all good, you know, prescription. But it's really hard to say this is how much you need to do because everybody's different. and that's why exercise physiology is important because my profession is to do some tests, some scientific tests to determine how much you need to do and what type you need to do. So that's the most important question to answer when it comes to fitness. If you want to exercise properly and gain benefit and not to get injured. Well, отвечая на ваш вопрос, очень важно заниматься такими мягкими упражнениями, то есть прогулкой и так далее, чтобы даже было проведено научное исследование. Очень такие умные люди, они часто выходят на прогулки, так скажем. Но также очень важно, чтобы ваши мускулы, они были взаимодействованы. То есть нужно как-то давать работу мускулам вашим, потому что если вы не тренируете вашу мускулу, то каждые 10 лет вы можете терять 1 кг мышечной массы. И также нужно заниматься кардио, потому что это помогает работе вашего сердца. Это такие общие советы, но я бы посоветовал подойти к этому с более научной точки зрения, чтобы рекомендовать, сколько упражнений, в течение какого времени вы должны этим заниматься. Just move. That's the... Двигайтесь просто. Just move. Просто можно двигаться. Sitting. Prolonged hours are our enemy. Now they say sitting is the new smoking. So it's very, very, super bad for us. And we all sit at least, you know, 7-8 hours a day. And we think that going to gym, just working out one hour will undo the ill effect of sitting. But unfortunately, that's not the case. So just move. That would be my, you know, recommendation. But how much and what type of movements? Come see me and we'll do some tests. And then we'll find out together. And, you know, and give you, and we'll come up with an evidence-based scientific approach to this thing. So does that kind of answer your question? Right? Well, I would, I would say, just need to move. Because now many people are going to live in a sitting position. And many people say that living in a sitting position is a new form. And I'll give you an example. You're going to drive in a car. So do you mean that you have to take our laptop? and go outside and work outside That would be nice Exactly Переносим офис на улицу I also want to just add in my opinion there is no difference between a drug and exercise So when you take a drug it changes your hormonal and chemical system in your body and then changing certain things and when you exercise exactly does the same thing it changes your hormonal and chemical environment in your body and certain things changes in your body and you adapt and if you ask a medical doctor and hey if you ask him do you think antibiotics are healthy he would say yes but when you ask so how much milligram what's the dosage that I need to use well he's going to say well he's going to say we have to do some tests we have to look at your weight and height and age and then if you're sick you don't need it there's going to be a lot more questions same thing with the exercise we need to find out that dosage how much milligram or how you know the dosage that you need to exercise so that's why I tend to refrain from giving a general guidelines such as do 10 pushups a day 10 squats a day 5 sets and then walk 2 hours stuff like that so that's why I'm not really recommending that because 2 hours walk might be perfect for you but if maybe you walk or I walk 2 hours if I have a foot problem if I have low back issues I have a bulging disc it might make things worse so that's why one thing can be so healthy for you but it can be really bad for me that's why I tend to let's just find out what that is what you're going through what's your capability tolerance level so we can come up with the best plan in my opinion употребление лекарств и занятий спортом это практически одно и то же то есть допустим если вы придете к врачу и скажете сколько антибиотиков мне надо принимать он скажет ну нужно провести какие-то исследования чтобы понять сколько дозированность и так далее и так же такая же система она в занятии спортом то есть допустим если я вам скажу что занятия идите прогуляйтесь там в течение двух часов для вас это может быть хорошо а для вас это плохо потому что не гуляйте потому что у вас могут быть проблемы с суставами и так далее то есть и занятие спортом оно тоже должно быть к занятию спортом нужно подходить с такой точки зрения то есть нужно исследовать понимать как дозированность допустим сколько миллиграммов там вам занятий нужно делать там и так далее знаете чего бы хотелось пожелать чтобы к вам ходили доктора доктора чтобы сначала вы им тумаков наставляли они поняли что такое боль а потом бы вы их полечили они бы как-то получше относились терапия болью я должен посетить вас сначала вы должны их разыграть и потом вы должны учить абсолютно я могу это это поэтому я практикую джиу-джитсу по этой причине я практикую джиу-джитсу такую штуку вот сейчас тут разыграть как будто на вас бандюганы напали да а вы бы пару приемов показали да антон изобразит бандюган да 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 Знание дистанции – это очень-очень важный аспект в борьбе. И по этой причине человечество создало такие оружия, которые могут убивать людей с дистанции. Я так понимаю, сейчас начался разговорный тренинг перед ударом. В борьбе существует две дистанции, которые очень важны. Либо далеко вы стоите. И с такой дистанцией вы не можете меня ударить или пнуть меня. Либо очень близко друг к другу. Когда вы знаете и осознаете важность дистанции в борьбе, это очень-очень важно. Очень часто бывает, что плохие парни не сразу, но они любят напугать вас, подойти, толкнуть. Я смотрю, у вас богатый опыт. Это очень common… Я вам больше испытания. Это очень common scenario. Когда вы смотрите на YouTube и в борьбе, обычно в борьбе начинают два парня, которые как-то спешивают друг друга. Обычно драки всегда начинаются, если вы смотрите видео. Да бывает, бывает. Я шучу просто. Я верю. В этом случае мы рассчитываемся, что вы плохая парня. Хорошо. Вы плохая парня. Я хороший парень. Я хороший парень. Мы в баре, и then… Может быть, у вас немного угринут. Может быть. Может быть, у вас нет никакого подпуска. И потом, что у вас будут делать, что вы приходите к мне, и я не выдержала по расстоянию, потому что вы слишком быстрый. В любом случае, вы просто бросите меня. И потом, вы просто положили руки на мой ряду, Maybe trying to choke me Or maybe just push me So I'm just going to show you now You're just going to keep your hands over here Not going to hurt you, I promise Over here And then what I'm going to show you And then I'm going to break it down So what I'm going to do is I'm going to grab your wrist And I'm going to rotate And then Get into the position And then maybe break the arm Okay Now let's break it down So the bad guy again Bad guy appeared all of a sudden Now I'm going to grab the bad guy Rest with my two hands And then I'm going to step I'm going to pull him And I'm going to rotate And I'm going to squeeze his arm And then I can hyper-extend To break his arm from now And in this position I can press and break his arm Okay Now it's your turn We're going to go super slow I'm the bad guy All of a sudden I appeared in the bar I don't like you You were going to maintain the distance But it was just too fast Maybe you were distracted Now I'm maybe trying to choke you Or I'm just trying to push you So first thing You're going to grab my wrist Grab my wrist Both wrists Like that And then you're going to roll You're going to pull my arm And step And then squat down Keep it snug Keep it close Yes Now you can hyper-extend my elbow To break my arm Go ahead and do it Go ahead and extend Nice Nice That was perfect I can't go to a bar And I don't know what's going on I'm going to go I'm going to go What can people do With what problems With health 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 Реабилитация после операции или что-то еще в более разнообразных случаях. Несомненно, все те люди, которых вы перечислили, но также я бы добавил, что любой человек может обратиться ко мне, потому что все это знание – это такой пререквизит для человека, чтобы начать заниматься спортом. После проведения некоторых тестов, то есть я могу уже говорить с вами о том, что вы сможете работать в то, что вы сможете работать в организме. системы, мобилития, стабильность и так далее. И это основание, мобилития и стабильность, основание любого форма exercise. После проведения некоторых тестов, то есть я могу уже говорить с вами о том, о вашей системе мускулов и так далее, то есть нужно делать тесты? Вы можете быть маратона, вы можете быть йога инструктор, а йога практична, или вы можете уйти, или вы можете уйти, болезни, или ноги, это действительно не важно. Мы все должны идти через определенный процесс для того, чтобы понять, что мы можем делать в тот момент. Таким образом, мы можем выбрать тесты которые могут помогать нам, чтобы, возможно, улучшить симптомы от проблем, который мы имеем, или просто улучшить нашу performance. То есть неважно кто вы, если вы бегаете марафон, может быть у вас проблемы с суставами, либо с поясницей, вы можете прийти ко мне, мы можем сделать тесты, и на основе этих тестов мы можем подобрать вам упражнения, которые могут помочь с этими проблемами, которые у вас имеются. Извините, у вас нет медицинского образования, но откуда-то вы начерпывали все эти знания, откуда-то вы получили, откуда? Как вы говорили, у вас нет медицинского образования, но из каких источников вы получили эту информацию? Как вы используете это? В Америке, я пошла в специальные фитнес-школы, и тогда я получила мой мастер-с-дегрой в человеческом движении и в человеческом движении. И тогда я начал найти специальные профессионалы и тераписты, что они очень хороши от того, что они делают, и они знают его тело, и они знают его системы, и они знают его системы, и миомеханические. И я учусь, и я учусь, и я учусь с ними, чтобы они научились, как стимулировать нервный систем, и как бы улучшить мозг в целом, чтобы быть более стабильным и поддерживать стресс, который вызвал упражнение. Я делал много исследований, и я нашел много людей, которые действительно лучшие в их области, и я работаю с ними в Америке. В Америке я получил магистрскую степень, как я уже говорил, у меня магистрская степень в науке о человеческом движении. Я также коммуницировался с лучшими терапевтами в области мускульной системы, человеческом организме, то есть очень-очень хорошее знание, которое я приобрел у них. I also... Sorry, go ahead. I also work with a team of professionals, including doctors, психологists, nutritionists. And when you work with a team like that, you're really hitting the person's inside-out, basically, the holistic approach. That approach is body, mind, and soul, approach that we now practice at Six Senses Kaplankaya. And when I was practicing in America in different companies, in different places, it really helped creating an environment for the human body to heal up faster. I work with a team of professionals, dietologists, therapists, who are the best in their life. And we also practice the philosophy of the body, mind and soul. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. For coming to our project. Of course. You are truly a chosen person by God, by destiny. It's my pleasure to be here anytime. Thank you so much for having me again. I really enjoyed it. Thank you very much. It was very nice to be with you. Thank you very much. I wish you that many schools, which you want to open, the education, the education, the education, the education, were open and successfully developed under your leadership. Thank you. You can open all these projects and you can lead these projects. Thank you. I'm happy that I have your support. I'm sure I am going to be here a long time or I'll be back for sure. Thank you very much for your support. I'm sure I will be here a long time or I'll be back here. Thank you very much. Thank you very much for your positive attitude. Thank you very much for your positive attitude. You've told me where bad guys are. Now I know, you can go tonight. You're going to watch out in the bars now. You're going to watch out in the bars now. Now I know what to do in the bar. We've started now, we have to continue. We've started now, we have to continue, so... Now I'm going to walk, and I'm going to walk, and I'll be able to do it again. And you don't know how to break a hand, but not legs. Never. Never. As long as you guys are happy. If you tell me that he's a bad boy, I'll take care of him. I'll take care of him. I'll take care of him. If you tell me that he's a bad guy, he'll find me. He'll find me. Thank you. Thank you. What do we do in life, if we do it through emotions, emotions, and not being able to do it, we only hurt ourselves and around the world. спорт может принести нам радость, удовольствие, повысить жизненный тонус, повысить настроение, а может разрушить наше здоровье. Каждый из нас неповторим, и каждый из нас должен осознать собственный подход к своей личности, найти осевую линию в своей судьбе, во взаимоотношениях со своим телом, со своим здоровьем, с техникой вашего личного движения. Обращайтесь к профессионалам даже по таким вопросам, когда речь встает о необходимом времени для занятия спортом, о количестве и качестве и форме спортивных упражнений. Вы нужны этому миру. Оставайтесь с нами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok